И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня на дворе 2 июля, это значит, что прямо-таки сегодня начался новый челлендж. Сегодня я хотел бы поговорить о нём, хотел бы высказать своё мнение, хотел бы сразу чётко сказать и дать понять вам, что это самый печальный челлендж, который мог только быть у нас в танках и который прямо сейчас у нас имеется. Я только-только начинаю его набивать, но уже понимаю, что это полнейший провал. Просто полнейший, ведь призы, по сути, все были мной угаданы по именно-таки последнему пункту. Вы помните, как я в предыдущем видеоролике сказал, что, скорее всего, в челленджу у нас будет рельса и Титан Эксти? Единственный момент, в котором я ошибся, это то, что рельса у нас прайм, а я сказал, что будет рельса Эксти. Я забыл, что имеется у нас прайм, возможно, я бы и предположил, что будет прайм рельса. И, исходя из этого, я чётко уже тогда понимал, что разработчики не настроены на то, чтобы выдавать какие-то интересные эксклюзивные скины, да, условно говоря, там, Страйкер Эксти, условно говоря, там, Легаси Викинг какой-нибудь, а просто выдать то, что, по сути, это и не нужно, какой-то прайм скин рельсы, какой-то Титан, но это не главное, ребят, это не главное. Далеко это не главное, но единственный момент, который я хотел бы ещё сказать, о котором я забыл, как всегда. Ребят, не забывайте прожимать палец вверх, подписочку на канал оформлять, ну и, конечно же, в комментарии напишите своё мнение по поводу челленджа. Это вот такое вот минимальное вступление, о котором я забыл, потому что меня уже сразу унесло, у меня просто жутко горит. И тот факт, то, что в челлендже сейчас у нас имеется один день према, его во всех челленджах было по три дня. Один день. Это вообще что? Я понимаю, три дня, за три дня можно пол челленджа набить, если просто средне играть в нашу игру, там, не стараться, не пытаться, там, как-то быстро нагибать, там. Если вообще нагибать, то можно, там, за два дня, условно говоря, набить этот челлендж. Но даже если не потеть, за три дня можно набить пол челленджа. Пол челленджа на халявные премки. А сейчас разработчики сделали даже так, чтобы халявные премки был один день. Меня это так просто убивает и насколько у меня жёстко горит. Я не понимаю, это настолько жалко сделать нормальный челлендж с нормальными перезами? Вы делаете челлендж, на котором вы поднимаете на боевых пропусках огромные деньги. Ну, серьёзно, огромные деньги на простых боевых пропусках. Раньше такого не было. Раньше игроки, вернее, разработчики не смогли, не могли получать дополнительные денежные доходы за счёт простых вот челленджей. А сейчас, условно говоря, человек, ну, тысяч, наверное, 50 аккаунтов, я думаю, 100%, покупают боевые пропуска. Вы просто вдумайтесь, сколько денег уходит у людей в общей сложности на то, чтобы купить боевой пропуск для челленджа, который, по сути, сейчас даже, ну, я не могу вообще сказать нормальным его. Ну, не могу я сказать, там 50 уровень, вернее, ну, не 50, а последний уровень, Титан, XT, рельса Прайм, один день према, какие-то краски из этого всего количества, краски ещё и половина тех, которые были в предыдущих челленджах. Я вообще не понимаю, в чём смысл делать эти краски, которые были в предыдущих челленджах. Ведь игроки есть те, которые на постоянной основе выполняют наши челленджи, и они каждый месяц, выполняя челлендж, ждут какие-то новые краски, хотят их новые какие-то получать. Я не понимаю, что краски закончились? Ведь можно придумать новые, ведь они придумываются. Почему нельзя добавить новые краски, либо те краски, которых не было у нас ещё в игре. Но добавляется Древний Дракон, добавляется Киберпанк. Ну, это что вообще? Ну, как? Ну, как можно такое вообще добавлять? Я не понимаю. Я не понимаю, зачем вообще это делать? Да, сегодня у нас в игре ещё и X10 голды. Я думаю, что хоть чуть-чуть голдов я половлю, потому что метеориты мне нравятся. Но желание выполнять быстро данный челлендж у меня просто начинает пропадать. Я и так особо не тороплюсь, никогда не бью там быстро эти челленджи. Но сейчас у меня даже особо-то и нет желания там куда-то торопиться, когда разработчикам просто начихать. Просто делать челлендж на... Есть одно хорошее слово, не хочу его употреблять. Но просто на таком пофиге. На таком пофиге делать челлендж. Потому что всё равно схавают, всё равно будут выполнять, всё равно будут бить звёзды, всё равно будут покупать боевые пропуска и всё равно будут давать прибыль игре. Но разработчикам пофиг, чё они увеличили. Процент наших уровней, да, у нас круто. Сколько? 65 уровней! Офигеть! 65! Целых 65! Только из них штук 20 по верхней линии пустые! Пустые! И зачем делать их? Зачем тогда вы делаете? Конечно, вы делаете для того, чтобы люди покупали боевые пропуска, и чтобы по нижней линии получали больший бонус. Но это бред. Но просто бред. Онлайн в игре падает. И в такие моменты, наоборот, нужно делать что-то креативное, что-то умное, чтобы игроки, даже приходя просто выполнить челлендж, потому что я знаю, что есть игроки, которые заходят в ТО, просто выполняют челлендж и не играют больше. 20 дней там, условно говоря, они не заходят особо в игру, там, может быть, там заходят, выполняют заданки и всё. И для такого случая и вообще в такой ситуации делать настолько печальный челлендж, насколько это неразумно и насколько это печально. Меня просто убивает этот факт и насколько глупо поступают разработчики в таких ситуациях, мне вот серьёзно непонятно зачем. Просто зачем? Почему нельзя сделать нормально? Почему нельзя добавить всякие уникальные там предметы, ништяки, да даже Легаси, добавь, Викинг, сюда, даже в эту, мягко говоря, парашу, да? Добавь сюда Легаси, Викинг, я бы уже совсем по-другому смотрел бы на данный челлендж. Но, когда мы имеем вот такое, ну, я не могу не высказать своё мнение, у меня не может не сгореть жопа, и это серьёзно, реально жёсткий провал. Напишите, ребят, пожалуйста, своё мнение по данному челленджу в комментарии, согласны ли вы с моей точкой зрения, что вы вообще думаете по этому поводу, потому что я могу говорить много, могу говорить почти одно и то же, но всё это будет в негативной форме, и у меня будет жёстко гореть жопа. Как-то вот так вот разработчики преподносят новый челлендж, и как-то настолько глупо делают совсем неправильные движения в сторону игроков. У меня, ребят, на этом всё. Если вам понравился данный видеоролик, если вы согласны с моей точкой зрения и до сих пор не поставили свой нагибаторский палец вверх, то обязательно поддержите данный видеоролик своим лайком, поставьте его прямо-таки сейчас. Ну и также, ребят, не забывайте про нашу группу ВКонтакте, в которой проходят именно-таки стримы, вернее, не то что стримы, а именно-таки планировочки на определённые стримы, где вы сможете в любое время зайти и узнать, в какой отрезок и промежуток времени вообще у нас будет стрим. Не знаю, какую-то хрень я сейчас понёс, но надеюсь, вы поняли мою идею и мой вообще посыл. С вами был мистер Ванька, набивать звёзды или не набивать, решать только вам. Я бы на вашем месте очень сильно задумался, понимаю, что сам хочу я этого и не хочу всё равно. Рано или поздно, до конца данного месяца я выполню его, но это реальный провал, да, может быть, хотя бы эти краски какие-то такие вот, может быть, чуть-чуть красивые имеются, да, но это явно всё, что там может быть в этом числе. Поэтому хорошо подумайте, стоит ли просирать своё лето на такой печальный сраный челлендж, а может просто стоит вечером зайти в нашу любимую игру, зайти на стрим и просто покатать какие-нибудь красивые про-битвы. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы не покатать прошки? Возможно, у меня не будет особо желания выполнять эти челленджи, и вечерами мы будем катать вместе с вами. Теперь уж точно всё. Спасибо, ребят, ещё раз всем огромное за просмотр, если вы досмотрите видеоролик до конца, вы большие молодцы. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!